Виктор Томенко Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте! Виктор Томенко сегодня официально вступил в должность губернатора Алтайского края. Церемония инаугурации прошла в Молодежном театре Алтая. Специально по этому случаю в Барнаул приехал полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Миняйло. Наш корреспондент Татьяна Голубева находится в центре событий. Ей слово. Губернатор принес присягу и вступил в должность. Его поздравил полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Миняйло, который подчеркнул, что это не только победа, но и большая ответственность, которую возложили на Виктора Тровича, житель Алтайского края. С ним связывают развитие экономики, социальные сферы, также процветание нашего региона. В ответном слове Виктор Томенко отметил, что его задача сделать наш край местом, где хочется жить, работать. Особое внимание он обещал уделить тем, кто нуждается в заботе государства, пенсионерам, ветеранам, детям, которые остались здесь в подпечении родителей. И отметил, что он будет работать с полной отдачей, делать все в интересах каждого жителя края. Полный репортаж о том, как прошла инаугурация Виктора Томенко, смотрите в вечернем выпуске наших новостей. Полицейским краем вручили новые служебные автомобили. 38 машин марки «Лада Гранта» получили водители дежурных частей, сотрудники патрульно-постовой службы, а также участковые и полномоченные полиции Бийска, Заринска, Славгорода, Шипуновского, Ребрихинского районов и других. Автомобили сотрудников ДПС оборудованы всем необходимым, громкой связью, сиреной и видеорегистраторами. Добавим, что подобные подарки полицейские получают в Регуля. Пассажирский автобус перевернулся в Мамонтовском районе края. ДТП произошло на трассе Павловск-Ребрихо-Буканское. Автобус съехал в кювет и опрокинулся на бок. По версии сотрудников МЧС, водитель автобуса не справился с управлением. Накануне прошел дождь и дорога была скользкой. Единая дежурная диспетчерская служба Мамонтовского района сообщила, что всего в автобусе находилось 42 человека, 15 из них получили мелкие травмы. Сейчас их осматривают врачи ЦРБ. Известно, что серьезного вреда здоровью нет. По факту ДТП полиция начала проверку. В Краснощоковском районе Алтайского края объявлен карантин по бешенству. Сотрудники ветеринарного управления ввели ограничительные мероприятия на территории нескольких частных домов. Напомним, периодически карантин по бешенству объявляют в разных селах края, а разносчиками болезни являются, как правило, дикие животные. Чаще всего лисы, которые ранят домашний скот. Человек может заболеть бешенством, если съест зараженное мясо. Если же вас укусило больное животное, нужно немедленно обращаться к врачу. Бешенство смертельно опасно. Больше 150 юных чемпионов из 16 отечественных регионов и стран ближнего зарубежья в выходные на Барнаульском грибном канале прошли всероссийские соревнования по гребле имени Константина Костенко. Напряженная борьба длилась три дня. Кто же взошел на пьедестал почета, в сюжете далее. В ее копилке десятки наград, есть и золото. 13-летняя Юлия приехала на Алтай из Твери. За штурвалом байдарки уже больше пяти лет. На этих соревнованиях на пьедестал почета девушка взошла дважды. Победила в заездах на 200 и 500 метров. Главное, это в принципе настроение. Я люблю воду и мне как-то нравятся водные виды спорта. А так у меня, конечно, вся семья лыжники, но я гребу. Помимо коротких расстояний, заезды прошли на дистанцию в 10 тысяч метров. Первыми пришли к финишу и завоевали кубок Костенко два спортсмена. Оба Никиты – Молчанов из Липецкой области и Манекин из Челябинской. Есть такое понятие – солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. Солнце, воздух и вода. В любое время. Вообще, гребцы – это разносторонние спортсмены. Кстати, уже в эти выходные на гребном канале пройдут международные соревнования по гребле на байдарках и каное. За чемпионский титул сразятся 40 спортсменов из 25 стран мира. Комментировать турнир будет известный телеведущий Дмитрий Губерниев. Валентина Аскерова, Александр Антропов. Наши новости. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». Если повышен холестерин и вы ищете замену вашему обычному лекарству – «Атероклифит». Натуральное лекарство для снижения холестерина. «Атероклифит». Фитотерапия от «Эвалар». Почувствуйте разницу. «Эвалар». Выгодная цена. Высокое качество по стандарту GMP. В регионе вновь дожди и прохладнее. 13 выше ноля в Олейске, 14 в Бийске. В Барнауле северо-западный умеренный ветер, дождь и до 13 выше ноля. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле. 722 440. Полная картина дня в нашем вечернем выпуске. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин